Продолжим мы разговор о фестивале музыки, о Таллиннской неделе музыки, Таллинн Мьюзик Вик, одно из крупнейших европейских событий в мире городской культуры, в мире музыки и других видов искусства. Все подробности мы сейчас узнаем у координатора по работе с русскоязычными СМИ фестиваля, Ксения Репсон. Доброе утро. Доброе утро, Ксения. Таллинн Мьюзик Вик подразумевает, что это музыкальная неделя, однако же, если смотреть программу мероприятий, то выясняется, что это не совсем так. Там очень много разных мероприятий, которые посвящены или так второстепенно, как-то косвенно связаны с музыкой. Действительно, Таллинн Мьюзик Вик уже стала тесно под одним словом «мьюзик», но, собственно, музыкальная часть никуда не делась. Все-таки 250 групп музыкантов приедет со всей Эстонии и мира, уже получается, в Таллинн. И в течение этих выходных будет выступать. Но также будет и куча бесплатных концертов. Куча, я правильно сказала, это 100 примерно так. Но действительно, мы обросли такими подробностями уже, что есть и дискуссионная часть, и есть часть, посвященная современному искусству. Это все, что интересно современному горожанину. Из чего состоит наша жизнь? Из еды у нас в фестивале ресторанов, из культуры. Сегодня, например, у нас вторник искусств, отдельно потом расскажу. Музыка, разные прогулки, стрит-фуд, дизайн, все что угодно. И плюс социальная активность очень высокая. Ну вот, кстати, по поводу дискуссий. Внимание же очень часто привлекает к себе самая первая дискуссия. А именно дискуссия, в которой по традиции принимает участие и президент Эстонии Томас Хендрик Эльвис, который фестиваль постоянно открывает. Что это будет за дискуссия? Что это будет за программа в этот раз? Чем откроется фестиваль? На самом деле, дискуссии начались уже вчера. И яблоку негде было упасть. И темы были такие, куда идет старое доброе телевидение. На самом деле, вот такие мы темы уже поднимаем. Это дискуссии публичные, участие в них бесплатно. Все, кто хочет, может прийти и принять участие. А, собственно, такая уже серьезная часть, это музыкальная конференция профильная для профессионалов шоу-бизнеса. Туда съезжаются менеджеры такие очень крупные музыкальные. Это тоже на выходных будет. И отдельный форум впервые у нас организуется. Форум называется Creativity for Change. Этим форумом, который как раз откроет президент Эстонии Томас Хендрик Эльвес. Вот на этом форуме мы будем обсуждать, как с помощью современных технологий, как с помощью дизайна, креатива можно решать какие-то социальные проблемы. Даже включая вот проблему беженцев. Что мы можем сделать? Какие люди будут выступать на этом форуме? Какие имена можно отметить? Кого стоит послушать? Если вы не попадете на сам форум, то его можно будет посмотреть в прямых трансляциях, просто поискав в социальных сетях. Но мне особенно хотелось бы отметить, например, приезд такого гостя, американского миллиардера курдского происхождения, Хамди Улукая. Чем он знаменит? Он создал большую очень империю по производству йогуртов, что бы они называются. И, в общем, жил бы себе хорошо, но его вопрос беженцев в гуманитарный кризис коснулся напрямую. И он стал жертвовать огромное количество денег на решение этих проблем. И в прошлом году он пожертвовал половину своего состояния, 750 миллионов долларов, на то, чтобы как-то сделать мир лучше. Вот такой человек хочет послушать, что у него в голове, что у него в сердце. Это очень интересно. Ну, действительно, еще раз, прямые трансляции будут, прямые трансляции. Может быть, куда-то, куда конкретно бежать? Ну, вся эта информация аккумулируется на сайте tmw.ie. Там есть и на русском вся информация, и расписание концертов, и все о музыке, все об искусстве и так далее. И там же будут ссылки на прямые трансляции. Фестиваль, он же с каждым годом становится все больше, все разрастается. Уже просто. Как скоро вы выйдете за пределы недели и будет таллиннские две недели музыки? Ну, вот, действительно, в этом году полностью неделя. Вчера было открытие, и до конца недели какие-то мероприятия будут. Сегодня День искусства, сегодня несколько галерей будут открыты допоздна. Рекомендую после работы зайти, например, в Таллину Констихуэн, и там замечательная выставка нашей чудесной художницы по керамике Крис Лемсалу и Гранд Олдмена, такого искусства эстонского Тита Пясуки. Называется «Красавица и чудовище». А можно и в другие галереи сходить. Дальше у нас целую неделю идет фестиваль ресторанов с особыми предложениями от шеф-поваров. Наверное, эти шеф-повары приходили к вам на кухню, я предполагаю. Дальше у нас дизайн-маркет. На этом дизайн-маркете в Котле Культуры в течение двух дней будут представлены самые интересные образцы вот у последнего скандинавского прибалтийского дизайна. Ну, все там. То есть это ярмарка дизайнеров? Да. На Телескиве откроется целый стрит-фуд-фестиваль с музыкой, с едой, с вот этими модными штучками, которые можно перекусить на улице. Я, кстати, сразу скажу, что это очень вкусно, потому что я регулярно посещаю вот эту вот часть. Это действительно очень здоровская история. Плюс у нас будет, вот я говорила о ста бесплатных концертах. Первый будет уже завтра в час дня в Веру-Кескусе. Их будет просто вот везде, по всему городу. Я как потребитель культуры уже сейчас потерялась во всем этом многообразии. Хочется спросить, как же сориентироваться во всех этих мероприятиях, если только концертов, что не говоря уже о кулинарии и искусстве. Ну, во-первых, определиться, какой жанр музыкально интересен. Я, кстати, посмотрела перед приходом сюда статистику продаж билетов, что людям интересно. Я была поражена. Обычно у нас лучше всего динамику продаж показывает джаз и классика, а сегодня трэш-металл. Ну, непредсказуемо, на самом деле. Интересно. Интересно. Вот, это он скупил все билеты. А в какие трамваи нужно идти, чтобы... Вот об этом расскажи поподробнее. Что за концерты в трамвае? Один будет концерт в трамвае. Будет выступать Юрий Посман, который поедет от Эстонии на Евровидение со своей группой в трамвай номер 4. Он на билет будет собирать? Нет, это будет вообще бесплатный. Бесплатный концерт. Вот. И он в 12 часов по маршруту Тонди Юли вместо поедет и будет играть свои песни. Ну, Дима, в принципе, уже задавал вопрос про расширение фестиваля. Все-таки будете вы ставить какие-то ограничения? Или будете еще больше расширять его не только в плане музыки, но и в плане каких-то других культурных мероприятий? Как вы думаете? Ну, вот нам бы этот фестиваль пережить, потому что он действительно очень масштабный, очень объемный. Его делает уже очень большая команда. У каждого свой сегмент. И 250 групп – это очень много. И рекорды по России, например. У нас 15 групп из России. Вот переживем, сделаем выводы и подумаем, куда двигаться дальше. Может быть, вам нужно делать несколько уже культурных фестивалей? Один все-таки посвящать конкретной музыке. Несколько недель. Один делать кулинарный, а другой посвящать маркету искусства. Ну, смотрите, у нас конкурс одних музыкантов примерно, я посчитала, больше четырех групп на одно место. У нас просто, не знаю, вместит ли Таллинн физически такое количество людей, и будет ли у нас только публики. Но вот теперь мы знаем, что с Ластаме надо работать еще больше. После нашего вопроса, я надеюсь, это было. На самом деле, я про Ластаме могу сказать, что мы делаем попытки. Я вообще считаю Ластаме самым перспективным районом страны, наверное, и по количеству талантливых людей, которые там живут, и по количеству музыкантов из Ластамея, которые выступают на Таллинн Мюзиквейд. И, кроме того, я уверена, что есть многие люди в Ластамея, которые знают все-таки, что такое Таллинн Мюзиквейд, несмотря на ваш опрос. Ластамея рулит. Те же ребята, которые делают Эдекс Ластамея, Да и многие музыканты из этого Желастамея будут выступать непосредственно. Те же, которые делают Ласт на идею, и люди, в принципе, интересующиеся всем тем, что вокруг них происходит. Координатор Таллинн Мюзиквейд по работе с русскоязычными СМИ, Ксения Репсом была у нас в гостях. Спасибо, что пришла. Мы напомним, что, естественно, со всей информацией можно познакомиться на сайте tmw.ee.ru. Там информация есть на русском языке. Ну а наш эфир продолжит выступление группы Джан Крайетт, участника Таллинн Мюзиквейда. Да, их можно будет послушать в клубе Синелин в полночь в пятницу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!